Девушки отдыхают В органы внутреннего дела он пришел 30 лет назад курсантом Владимирской специальной средней школы подготовки начальствующего состава. В дальнейшем работал оперуполномоченным уголовного розыска в райотделе, а впоследствии возглавил отделение милиции своего родного Лакинска. На протяжении 9 лет являлся руководителем территориальных органов различного уровня, включая управление по городу Владимиром. С 2018 года занимал должность начальника полиции Нижегородского главка. Такой последовательный профессиональный, в том числе управленческий рост, наглядный свидетельствует о деловых и личностных качествах. Владимир Колокольцев поставил первоочередные задачи новому руководителю ОМВД России по Тверской области. Прежде всего нужно повышать эффективность раскрытия преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, а также преступлений прошлых лет. Одновременно надо изучить практику взаимодействия оперативных подразделений со следователями и экспертами-криминалистами. Любые недочеты здесь напрямую отражаются на ходе расследования, а в конечном счете на защищенности граждан от противоправных высягательств. Поэтому ведомственный и профессиональный контроль за качеством предварительного следствия и дознания, соблюдением всех установленных сроков, должен быть ежедневным и жестким. Министр потребовал уделять пристальное внимание противодействию экстремистским проявлениям и незаконному обороту оружия. Актуальным остается вопрос возмещения материального ущерба от преступлений экономической направленности. Прежний начальник областного ОМВД Петр Пырх, по нашим данным, продолжит службу в Министерстве внутренних дел.